Приветствую всех на канале Див Кладоискатель. Сегодня я расскажу вам об интересном аномальном объекте, тем более он находится в непосредственной близости от места моего рождения, но до сих пор как-то не получалось его посетить и надеюсь в этом сезоне получится. На северо-востоке Волгоградской области на расстоянии 15-18 километров от города Жирновска находится цепь холмов высотой от 200 до 380 метров, расположенная овалом длиной в два десятка километров. Это и есть Медведицкая гряда, одно из наиболее аномальных мест в России. Гряда, которая получила свое название по имени протекающая рядом реки Медведица. Миллионы лет назад, в меловой период, она находилась на дне древнего глубоководного моря, но затем движение тектонических плит вытолкнуло гряду на поверхность. Медведицкую гряду, начиная с 1982 года, посетила более 35 экспедиций ученых и любителей тайн, так как за ней прочно закрепилась слава аномального места. Связана она в первую очередь с огромным количеством молний, как обычных, так и шаровых, появляющихся над холмами, вне зависимости от того, есть на небе тучи или нет. Наибольшее количество разрядов приходится на возвышенность Синяя гора, один из склонов, который местные жители прозвали склоном бешеных молний. Место это словно притягивает к себе электричество. Здесь много раз замечали шаровые молнии, которые десятки часов могли летать по одному и тому же маршруту, перемещаясь со скоростью пешего хода на высоте метра от поверхности. На склоне бешеных молний растут березы. Только вот вид у них странный, непривычный. Деревья абсолютно голые, без единого листочка. Стволы сильно искорежены, словно их скрутила какая-то неведомая сила. Многие деревья основательно обожжены. Большинство в нижней части ствола, но у некоторых растений выжжена вся сердцевина. В отдельных случаях от массивного дерева оставался лишь обугленный пенек. Иногда дерево выглядит почти целым, за исключением небольшого отверстия, прожженного в его стволе. Исследователи сходятся во мнении, что все эти повреждения были получены в результате ударов молнии. Широкую известность получила другая аномалия, так называемая пьяная роща, полная искореженных, словно пьяных деревьев, которые, однако, спокойно растут и не имеют следов ожогов. В таких местах часто начинают с боя температуры, часы показывают неправильное время. И интересно также, что рядом с этими аномалиями часто наблюдают аналу треугольной формы, что делает гряду привлекательным местом для проведения уфологических исследований. Есть еще одна загадочная аномалия медведицкой гряды – сеть загадочных подземных тоннелей, пронизывающих местные холмы вдоль и поперек. О существовании таинственных подземельей людям, возможно, было известно с незапамятных времен. В районе предполагаемого входа в один из них было обнаружено Т-образное строение времен первого века нашей эры, строго ориентированное по сторонам света. По всей видимости, это храм. Можно предположить, что древние обитатели окрестных мест знали об аномалиях и связывали их с культом некого божества. До сих пор тоннели не исследованы, так как, лишь немного углубляясь в недра земли, люди начинают испытывать беспричинный страх, начинаются слуховые галлюцинации, и в итоге исследователи бегут, сломя голову из тоннеля, приходя в себя лишь на поверхности. Исследование этой пещеры, проведенное с поверхности путем акустического зондирования, показалось, что она переходит в коридор, постепенно расширяющийся до 120 метров, при этом все больше и больше уходя под землю. На территории Медведской гряды попадаются и такие аномалии, как место, где не растет трава. В этих местах повышенный радиационный фон. Еще на территории Медведской гряды был найден огромный каменный диск, несколько метров в диаметре, происхождение которого пока непонятно. Благодаря всему этому Медведская гряда до сих пор привлекает исследователей, ученых, уфологов и просто туристов. Надеюсь, мне тоже удастся там побывать, и тогда я с вами, конечно, поделюсь впечатлениями. На этом мой рассказ о Медведской гряде заканчиваю, хотя можно было еще много что рассказать. Кому понравилось, ставим лайки и подписываемся на канал Див Кладоискатель.